Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами рассмотрим очень яркую комбинационную партию рижского волшебника шахмат 8-го чемпиона мира Великого Михаила Таля. Данный поединок был сыгран в далеком 1957 году в рамках 24-го чемпионата Советского Союза по шахматам, который проходил в Москве. И соперником молодого мастера спорта Михаила Таля был его коллега по званию шахматист средних лет Лев Арансун. Интересно, что в этой партии Михаилу Талю удалось применить прием перекрытия, который и решил исход этого поединка. Итак, ближе к партии Лев Арансун играл в этом поединке белыми и пошел в Д4. Ну и Михаил Таль ответил Е6. Это мода тех дней. Известно, что шестой чемпион мира Михаил Ботвинник довольно часто играл Е6 в ответ на Д2-Д4. Смысл в том, что в случае Е4 он переходил к своей любимой французской защите путем Д5. Ну а на ход С4 нередко избирал голландскую Ф5. Именно вот так и играет молодой Михаил Таль. Далее последовало КФ3, КФ6, КЦ3 и СЕ7. Известно, что патриарх советских шахмат Михаил Ботвинник довольно часто здесь избирал систему каменная стена. То есть он играл дальше С6, Д5. Эти пешки таким образом у нас образовали вот такую вот непроходимую белопольную стену. Но и при этом довольно часто слон на Е7 у него оставался. Хотя вот в наше время считается, что лучше этого слона в каменной стене переводить на Д6. Но вот в этом построении есть еще одна система, которую как раз в этой партии избирает Михаил Таль. На Ж3 фенкетирование белопольного слона белых, что считается лучшим возражением на голландскую защиту. Он играет 2-0 и на слон Ж2 ставит свою пешку Д не на Д5, а на Д6. Таким образом Михаил Таль избирает так называемую систему Ильина Женевского. Смысл вот этого дебютного построения в голландской защите состоит в том, что черные хотят продвинуть свою пешку на Е5. Ну и далее следует 2-0 и ФЕ8. Обычный маневр ФЕ в голландской защите. Таким образом ФЕ перебрасывается на королевский фланг. То ли на поле Х5, то ли на Ж6. Известно, что такой шахматный шутник и балагур, как Эдуард Гуфельд, в блице со звоном, в каких-то легких партиях, бывало, немножечко шутил, вот так вот и играл ФЕ8, Х5. А вдруг соперник не заметит, что ФЕ8 ход еще не был сделан. Но, конечно, тут у нас партия серьезная. Дальше у нас ладей Е1. Смысл хода ладей Е1 в том, что белые хотят провести продолжение Е4. Вот с целью этого же хода Е2-Е4 можно было пойти и ФС2. Это второе основное продолжение в этой позиции. Но известно, что тогда черным лучше ставить ФЕ на Х5. На Е4 есть вот такая вот интересная жертва пешки Е5. Там вот своя теория в этом варианте. Но ход ладей Е1 здесь тоже весьма интересно. Дело в том, что здесь белые имеют возможность мнимо пожертвовать ладью на Е4. То есть, вот после хода ладей Е1 с идеей Е4, черным лучше сыграть ФЕ6, развивая давление на пункт Е4. Ну и для шахматистов, незнакомых с этой позицией, может показаться, что сделанный в партии ход Е4, это на самом деле потеря пешки. Дело в том, что после ФЕ здесь вроде бы белые не могут брать на Е4. Но на самом деле эта теория давно уже известная. Белые бьют конем, дальше больше бьют ладьей. И что интересно, черные не бьют ферзем. Дело в том, что в случае взятия ФЕ4 следует ход конь H4. И как ни странно, здесь в центре ферзь не имеет ни одного приемлемого отступления. Ну понятно, что придется тут его отдавать за коня H4. Но тогда компенсация у черных за ферзя будет недостаточно. Поэтому здесь лучше, конечно, не брать эту ладью, а ориентироваться на все то же продолжение Е6-Е5 и развить коня на С6. Далее в партии Коблинц-Таль в 1957, в том же году, в Риге, уже после вот этого чемпионата Советского Союза, молодой Михаил Таль со своим тренером сыграли феррическую партию. Там Коблинц сыграл ладья Е3 и далее последовал каскад жертв. Действительно, партия, хоть она и тренировочная, но заслуживает вашего внимания. Это одно из ранних видео на канале. Поэтому всем, кто хочет посмотреть эту партию, я советую это сделать, перейдя по ссылке в описании под данным видео. Ну а у нас в этом поединке был ход ФЕ2. Идея в том, что все-таки усиливается нажим по линии Е. Ну и дальше черные сразу Е5 сыграть не могут, а играют слоны в 6. Идея довольно такая вот общая в этих позициях за черных. Выведя коня на С6, слона на Ф6, они пытаются продвинуть пешку на Е5. Далее следует слон Д2. Оказывается, что вот в этой теоретической позиции ход слона Ф4 ничего не давал, ввиду продолжений не Е5, а Д5. Черные меняют вот здесь пластинку и бьют по центру, нападая на ладью Е4. Далее ЦД, ЕД, ладья отходит на Е3, ну и здесь мы бьем на Д4. Далее вот такой форсированный вариант, конь Д4, слон Д4, слон бьет Д5, шах. Далее король отходит и на ход слон Е4 мы еще разминиваем белопольных слонов. Взяли-взяли и на ладье Е7 у черных есть возможность укрепить вот этого слона Д4 путем хода Ц5. Ну и на взятие следует ладья АЕ8. Здесь позиция довольно динамичная и равная. Но у нас в партии был слон Д2, это более сильный ход. Смысл в том, что белые в дальнейшем хотят сыграть слон Ц3 и провести Е5 уже черным будет не так-то просто. Поэтому Михаил Таль избирает немедленное Е5 и вот в этой позиции на ДЕ играет ДЕ. В теории все-таки рекомендуется здесь черным бить конем, чтобы не портить свою пешечную структуру, не допускать образование изолированной пешки на поле Е5. Ну и дальше после размена в слон Ц3 взяли-взяли. Это тоже известная позиция в теории данного варианта. Здесь сдвоенные пешки белых по линии Ц компенсируются активностью их фигур, прежде всего ладьи Е4. Поэтому белых здесь небольшой перевес. Но как писал впоследствии Михаил Таль, он сыграл ДЕ с целью осложнить борьбу. Понятно, что в этом случае пешка на Е5 может потеряться. Но все-таки она тоже здесь занимает очень важные поля. Где-то ход конь Д4 возможен, слон Ф5. Вот на динамику сыграл Таль в своем стиле. Слон Ц3, вот так сыграли белые и хотят вот здесь эту пешку просто скушать. Следует слон Ф5, ну и вот в этой позиции следует конь Х4. Таким образом мы выменим одного из черных слонов. Взяли-взяли, но ладья на Х4 отправляется в ссылку. Довольно сложно вот здесь будет активизировать вот эту фигуру. Ну и черные пользуются этим, играют ладья АЕ8. Дальше следует у нас Ф3, ну и А6. Таким образом мы видим, что черные пытаются максимально ограничить возможности белых. В то же время, как ход Е4 здесь не проходил ввиду ладья Е1. Все-таки на поле Е4 пешка здесь более слаба, чем на поле Е5. Может потеряться. Поэтому был сделан ход А6 и далее белые правильно играют Б4. Смысл в том, что они хотят набросить пешки на ферзьевом фланге. Далее, что грозит уже Б5 и взятие пешки на А7 после отхода коня. Поэтому черные здесь играют ферзь Ф6. Смысл этого хода в том, что где-то может быть уже освобождается проход пешки и будет ход Ж5. Но при этом мы видим, что ферзь становится под белого слона. Следует Б5. Далее конь идет на Д8. Оказывается, что вот в этой ситуации ход Ж5 нехорош ввиду жертвы качества. БЦ, ЖН и ЦБ. Но вот такую ладью на А4 не жалко белым отдать за сильную проходную пешку на Б7. Ну и вот здесь такой поверхностный анализ показывает, что позиция чуть ли не даже выиграна у белых. Потому что пешка Б здесь будет стоить фигуры. Поэтому конь Д8 отходит здесь сталь. И следует в этой позиции слон Д5. Вот это уже начало неверного плана. Как указал впоследствии Таль в содружестве со своим тренером Коблинцем. В примечании к этой партии лучше было все-таки сыграть Ц5. Идея этого хода в том, что ладья вот здесь активизировалась, перебрасывалась на А4 и создавалась давление на пешку А7. Но вот здесь слон Д5 был сделан ход. Ну и дальше король Х8. Ход король Х8 более точный, чем король Х7. Потому что был ход слон Е4. И здесь белые вынуждали выгодные для себя размены. Конечно, при отсутствии слона на Ф5 можно и ладью уже на Е4 поставить. Ну а после хода король Х8 вот этот центральный, централизованный вернее слон на Д5, он сам становится объектом атаки. Хоть и стоит красиво, но сейчас где-то уже угрожает Ц6. Ну и дальше белые играют Ф4. Используют вот здесь противостояние своего чернопольного слона и черного ферзя. В то же время такой ход, как слон Б4, с идеей вот здесь вот потревожить ладью, был нехороший виду Ж5. Ну и дальше вот эти вот размены. Здесь мы бьем еще ладьей. Ну и на ладья Е4 с идеей отдать качество обратно. Черные играют Ц6 и на ладья Е5 еще играют ЦТ. И оказывается, что вот в этой ситуации, теперь уже при отсутствии чернопольного слона белых, вот ферзь играет роль связывающей фигуры по диагонали А1-Х8. Очевидно, нельзя бить ладьей на Д5, ввиду взятия на А1. Ну а если забрать пешкой, то следует Конь Ф7. И вот видим, что в данном случае белые фактически остаются без материала. Поэтому в этой позиции лучше было все-таки сыграть Ц5. Чуть-чуть попозже, но тоже довольно неплохо. Ц6 взяли-забрали. Конь на Ц6 выходит в игру. И дальше ладья Е1. Здесь позиция у белых с небольшим перевесом. Но белые играют Ф4. Такой активный ход с одной стороны. С другой стороны мы тут наглухо закрываем ладью Х4. И следует ЕФ. И видимо, вот в этой позиции рассчитывали только на ход Ц6 после хода Ф4. Только на ход Ц6. Ввиду того, что было дальше. ФЕ, ЦД, ЕФ, ладья Е3. И вот здесь еще и вилка на Ж7. Конечно, белым этот вариант выгоден. Они на него пошли. Но просчитались. Дело в том, что ЕФ возможно. И вот здесь уже Таль посчитал чуть-чуть дальше. Дело в том, что вот в этой позиции, в случае взятия на Е8. Ну, понятно, идея здесь выиграть материал. А после взятия на Е8 следует слон Ф6. Собрали. Да, вот в этой позиции у белых уже выиграно. Потому что ладья выходит у нас в борьбу. Ну, и лишнее качество, более активные фигуры у белых. Но дело в том, что на ФЕ8, вот здесь, следует промежуточный шаг ФБ6. Видимо, и вот этого именно хода не заметил, игравший белыми Рансон. И тут, конечно, он теряет Ферзя. Поэтому пришлось отступать Ферзем на Д2. В то же время, после хода слон бьет Ф6. Возможно, ФЕ. Ну, и дальше на ладья бьет Х6. Сейчас мы видим, такая есть здесь возможность. Потому что это вот связка по диагонали. Да, и не будь слона на Ф5, это вовсе был бы мат. Но есть достаточный ход слон Х7. И после слон С3 отхода из-под боя. И продолжение вот этой связки по диагонали 1, Х8. Черный могут сыграть С6. Ну, за счет владения линией Ф и сильное проходное. Здесь у них достаточная контрагра. Но белые сыграли Ферзь Д2. Далее последовала Ферзь Б6. Очень точный ход. Таким образом, мы вызываем слона на Д4. При этом, он уже не контролирует поле Е1. Вот впоследствии это скажется. Действительно, этот промежуточный шаг весьма важен. Ферзь Ж6 в дальнейшем. И Ферзь бьет Ф4. Можно было, конечно, забрать ладьей. Тогда последовал бы ход КЕ6. Ну, и дальше на взятие. Мы бьем слоном. Позиция получается примерно равная. Но наличие разнопольных, разноцветных слонов здесь все-таки не говорит нам о том, что здесь мертвая ничья. Черные могли бы побороться здесь за победу, за перехват инициативы. Поэтому можно было так сыграть. Но белые, видимо, сами как-то играют на победу. Играют Ферзь Б4. Вот в этой позиции расчет на то, что в случае хода КЕ6, такая вот достаточно заманчивая вилка, можно сыграть ладья, бьет Х6. И мы видим, что вот эта связка, конечно, здесь ведет к полному коллапсу. Приходится отдавать Ферзя. Поэтому вот в этой ситуации мы видим, что у белых выиграно. Поэтому пришлось вот здесь ходить король Х7. Вот в этой позиции. Ну, и дальше вот мы видим, что Ферзь бьет С7 по беле. Дело в том, что в случае хода ладья Ф1, такого заманчивого продолжения, был неожиданный ход СННН3. И вот здесь вот мы нападаем на Ферзя. Понятно, что вот в этой ситуации у белых, если они захотят забрать вот здесь ладью на Ф8, конечно, плохо. Почему? Потому что вот оставшийся вот этот вот Ферзь при поддержке вот этого белопольного слона будет весьма-весьма мощным. Ладья на Х4 пока, получается, отдыхает. Королю здесь придется белых очень побегать. Поэтому здесь Ферзь бьет С7, сыграли белые. И вот именно здесь Таль нанес тот вот удар на тему перекрытия. Слон Б1. Вот это перекрытие или же изоляция ладьи А1. Дело в том, что таким образом черные выигрывают время для того, чтобы перегруппировать свои фигуры и создать решающую угрозу королю белых. Далее последовало Слон Е5. Конь Е6. Вот под нападением Ферзь. Поэтому дальше Ферзь отходит на поле Д6. Ну и Ферзь Ф5. Идея в том, что просто вот грозит Ферзь Ф1. И это уже будет мат. Ладья здесь не может ничего сделать. Приходится перекрывать линию ходом Слон Ф4. Ну и дальше Конь Ж5. Таль писал, что можно было сыграть здесь Ж5. Но все-таки Ладья Аш5. Здесь перевес белых, вернее перевес черных не так велик. И сам Таль уже находился в цветноте. Поэтому решил все-таки пойти до конца. И партию решить матовой атакой. Конь Ж5. Далее Ферзь Б4. Нападаем на Слона Б1. И Слон отходит на Е4. Таким образом, черные опять же выиграли время для того, чтобы занять фигурами центральные поля. Ну и дальше после размена вторгаются еще Ладьей. Следует Ладья Ф1, но Ладья Е2. Теперь уже по второй горизонтали фигуры черных будут хозяйничать. Сейчас уже где-то может угрожать Ферзь С2. Ну и Ферзь Д6. Ну и дальше мы играем. Ладья Б2. Если в этой позиции сыграть Конь Х3, то оказывается, что это коварная ловушка, которую расставили здесь белые. Ладья Х3, Ферзь Х3. И в этой ситуации Ферзь Д3. Мы видим, что белые остаются с лишней фигурой. Конкретно со слоном, потому что это двойной удар. Поэтому Ладья бьет А2. Ферзь Д5 сыграли белые, предлагая размен Ферзей. Но черные, конечно, понимают, что их Ферзь имеет больше перспективы. И играют Ферзь С2. Ну и дальше на С5 следует ход Ладья Д8. Тоже такое вот, уже в данном случае, отвлечение. Потому что Ферзь выполняет важную функцию защиты поля Ж2. На взятие Ладьи на Д8, конечно, последует мат в один ход. Но очень интересно, что вот в этой ситуации черные должны были наносить удар именно с нападением. То есть именно Ладью переводить на вторую или первую горизонталь с нападением на Ферзя. Дело в том, что в случае такого мягкого Ладья Е8 последовал бы неужиданный удар Ладья А6. Что это за ход такой Ладья А6? Откуда он вообще прилетел в этой позиции? Оказывается, что вот в этом положении брать королем нельзя. Последует в дальнейшем Ферзь бьет Ж5. Ну и дальше на такой ход еще Ферзь А5. Посмотрите. И вот таким вот образом мы выигрываем время. Ну и в дальнейшем можем как минимум форсировать ничью. Но на самом деле можно было просто защититься, например, так, как я вижу сейчас. Ну и хотя бы там, я не знаю, Ферзь А3 или Ферзь Д5, даже более сильный ход. Это шаг. Ну и в дальнейшем мы контролируем как раз вот это поле Ж2. Ну а после отхода короля хотя бы даже, я думаю, можно сыграть Ж4. Да, Ж4 ход достаточный. Лишняя фигура остается. Но оказывается, что в случае хода Ладья Бьет А6 не проходит и ЖН. Ввиду хода Ферзь Д7, это все очень точные ходы со стороны белых, практически единственные. Король Ж6, Ферзь Е8, Король Х7, Ферзь Е7 и на Король Ж6 еще и слон Д2. Посмотрите, долг платежом красен. Таким образом, белые перекрывают уже в данном случае вторую горизонталь. Ну и угрожают матовой атакой по линии Ф. В случае взятия вот этого слона на Д2 последует уже мат. То есть это у нас Ладья Ф6. Ну и дальше на ход Король Х5, Ферзь Е8, Король отходит и Ферзь С8. Иду я вот по пути, который показывает машина. Да, тут Ферзь Д7, ход сильнейший. Ну а в случае такого хода, как ход Король Х5, нам вот тут рисуют ход Ж4, Король Х4 и наконец мы доходим до мата. Вот так вот. Получается такая комбинация со стороны белых. Но поэтому Ладья Д8 играют здесь черные и слон Д6. Перекрытие с этой стороны ничего не дает, потому что следует Ладья Е8. И здесь главная идея этого хода не Ладья Е2, а Ладья Е1. То есть вот, например, если здесь сыграть как-то вот С6, то следует Ладья Е1. И вот в этой ситуации оказывается, что угрожает взятие, да, фактически на Ф1. Ну а если забрать эту Ладью, то у нас последует вот такой линейный мат. Шах и вот мат на поле Е1. Поэтому после хода Ладья Е8, понимая, что от хода Ладья Е1 защиты нет, игравшим белыми шахматист решил признать свое поражение в этой партии. Ну и таким образом Тальф создал такое вот великолепное полотно в голландской защите. Довольно часто он применял черную вот эту систему Ледина Женевского. И действительно показывал, что в этом варианте дебютном достаточно большие есть у черных шансы создать яркую атаку на короля белых. Надеюсь, что данный разбор вам понравился. Вы не забудете поставить лайк под данное видео, подписаться на канал и оставить свой комментарий. Ну а я буду с вами прощаться. Спасибо за внимание. До свидания.